Пока все страны закрыты и путешествия невозможны, параллельно с COVID-19 мы пытаемся вернуть свои деньги от Annex Tour. Наши туроператоры, турагентства, которых мы покупали путевку, приобретали, все ссылаются на Annex Tour тем, что Annex не возвращает и получается они тоже не могут нам вернуть. Annex сам просто по себе прекратил выдачу средств, возврат средств, ссылается на всякие технические там неполадки и предлагает положить на депозит до конца года. Вот конкретно мы не полетели в Египет. Египет до конца года то открывает, то не открывает, еще ситуация непонятная. Вложить деньги на депозиты не вижу никакого смысла, при том, что на сайте у них есть открытые даты и можно спокойно выбрать тур. В их Instagram полностью забить сообщениями негативных комментариев по поводу возврата средств. Ни на какие вопросы Annex не отвечает, ни в каких сообщениях, нигде вообще и белорусы как бы не имеют отношения к российскому законодательству. То есть по нашему законодательству должны вернуть в течение двух недель средства. Но опять-таки никто ничего не возвращает и судов они не боятся. Конкретно нам наш туроператор сказал о том, что ну вот как только начнутся первые туры, с этих денег мы будем возвращать вам. Хорошо, вы нам будете возвращать товарищей, а как вы будете проплачивать путевки тем, кто должен полететь? То есть получается будущие полеты будут в счет кредитов или как? Или люди будут приезжать в отель неоплаченный? То есть все очень плохо. Я уже мысленно попрощалась со своими деньгами, потому что надежды у меня никакой нету. Даже если я суд выиграю, это считается форс-мажорные обстоятельства и так далее и тому подобное. С учетом того, что я летела с Белавии, с своей страны, Белавия деньги должна была уже вернуть. Министерство туризма никак не комментирует эту ситуацию. Я отправила им электронное обращение. До сих пор мне на почтовый ящик ничего, никакого ответа не пришло. Я не знаю никакой страховки. В Беларуси вообще ни от чего люди не застрахованы просто. Просто сами за себя. И зачем нам это государство? Зачем нам это министерство туризма? И зачем вам это все, когда нас никто не защищает в принципе? Почему аннекс тур никаких страховых выплат не делал на этот счет, когда на форс-мажорные ситуации? Почему нету никаких страховок от таких ситуаций, от невылетов? Ведь по сути может быть любая ситуация. Самолет сломался, не вылетел, переносы. Почему аннекс не застраховался от таких случаев? Наводнение там, не знаю, еще какие-то в разных странах.